Присаживаю, да, я просто покажу, потому что на всё на это отдельные уроки Фильденграйза существуют. Мы вчера с вами отрабатывали вот такое присаживание, да, пытались, по крайней мере, его видели. Что я сделала? Я повернулась на бок, да, и сделала за счёт того, это за счёт того, что я ногу левую от себя толкнула, а потом мне нужно сесть. Я опять толкаю от себя правую ногу. Вот это положение в позиции Z, оно самое-самое-самое мобильнее, потому что вот здесь я на своём, простите, правом, левом нижнем углу чувствую максимум неравновесия и могу двигаться спонтанно то упасть, то подняться, да, и при этом использовать рычаг либо головы, либо ноги, да. Всё очень просто. Раз, два, три. Это была посадка одна такая, да. Как нам сесть из положения, допустим, вот этого? Я опять одну ногу приближаю, да, а вторую удаляю. Раз, ну, рукой немножечко толкнусь. Ну, посмотрите, всё равно я нахожу этот момент, где я на своей правой нижней части опоры. Раз, мне совсем несложно встать, да, я делаю это как рычаг. Я использую геометрию тела в рамках собственного, да, мышечного тонуса, не задействуя никакого усилия. Так, 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 так можно сесть за живота. Ну, это, пожалуй, наверное, основные стратегии. Вот они, да, вот так, дети маленькие, ну-то, да, согласны? И вот что-то тут руками потом умырать и зелень, да. Вот. Но мы давайте сейчас перейдём к пузыню. Так, пузыня по-пластунски. Оно может быть гомо- и гетероатеральное. И, в принципе, оно способно появиться когда? Четыре. Четыре. Всё правильно. Когда у них появилось вот это сгибание-разгибание с, когда они двигаются как червячок по полу. Отработаем в уроке, да? Да. Давайте. Ложитесь на спину. Извините. Да, сейчас я её выключу.